самый общий факт начальной алгебры самый общий вообще который только можно придумать теорема безу самый общий факт про к от x где к вообще любое кольцо кавычки возьмем то что вообще на самом деле пишется иначе вообще любое кольцо ну и рассматривается многочлены значит с коэффициентами них что остаток от деления f от x из нашего к от x на x минус b равен f от b ну и следствие следствие а f от x делится нацело на x минус b в том и только в том случае когда f от b равно нулю вот доказательства доказательства состоит в том просто что надо разделить с остатком мы умеем делить f от x на x минус b с остатком здесь постепенно шаг за шагом выстроится некоторый g от x ровно на единицу меньшей степени ну и вот после всех этих выстраиваний получится а что это будет означать это будет означать просто строго по построению прямо потому как мы все делили да что f от x равно x минус b умножить на g от x плюс а вот то есть просто из самого способа как мы делим с остатком следует вот такая вот формула что всегда можно найти такой многочлен g от x что f от x равно линейному многочлену x минус b умножить на на единицу меньшей степени многочлен чем f вот это вот g от x плюс некоторая константа а ну а теперь подставим b и все подставим b b в обе части слева получится f от b справа 0 b минус b да умножить на g от b плюс а вот собственно и все 0 в любом кольце при умножении на любое число дает 0 поэтому справа стоит а все вот ну и теперь понятно что у нас значит а равно нулю означает что f от b равно нулю то есть делимость на цело делимость на цело означает что b что b корень вот ну хорошо значит давайте немножко поэкспериментируем поэкспериментируем многочлен такой x квадрат минус 1 мы уже его рассматривали имеет корни 1 3 5 и 7 а значит ну в z по 8 z от x вот этот многочлен лежит до вот этот многочлен x квадрат минус 1 8 z корни в самом этом z по 8 z вот то есть у нас есть 4 остатка различных которые обнуляют этот многочлен при подстановке у него дают 0 значит по теореме безу по теореме безу x квадрат минус 1 делится на следующий набор многочленов на x минус 1 на x минус 3 на x минус 5 и на x минус 7 ну и если мы начнем производить деление с остатком просто в лоб вот x минус x квадрат минус 1 делим например на x минус 1 то мы получим разложения такие значит x квадрат минус 1 равно x минус 1 умножить на x минус 7 а если будем делить с остатком на x минус 3 получим что это равно x минус 3 на x минус 5 то есть смотрите опять к чему мы не привыкли ну кроме того что у многочлена 4 корня мы не привыкли к тому что он ну как то вроде как он если делится уже на x минус 1 значит как бы обычно обычно было бы и x квадрат минус 1 делится на их произведения x квадрат минус 1 делится на x минус 1 умножить на x минус 3 на x минус 5 на x минус 7 да но в данном случае это не так он делится на них парами парами значит наша интуиция относительно того что если многочлен делится на несколько простых чисел то он делится на их произведениях конечно же связано с основной теорией арифметики эта интуиция вот та она же с ней же связано то что мы считаем что они все простые но в z по 8z не гарантировано ничего в z по 8z от x не гаран си рована ни о та ни факт простоты x минус 1 и так далее поэтому вот она как бы нам гарантирована только только гарантирована только теорема безу но вот из нее уже как бы дальнейших выводов не выведешь только теорема безу которая верна действительно всегда во всех кольцах вот а чтобы получить 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 далеко идущие выводы от ныне от ныне покидаем си края недружелюбные типа z по mz от ныне m равно p простое вот для простых чисел мы получим кучу дополнительных выводов из теорема безум и